А сейчас репортаж наших коллег из Калязина. Там подводят итоги празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы уже рассказывали в наших выпусках о том, что несмотря на введенные из-за пандемии нового коронавируса ограничения, ряд торжественных мероприятий, приуроченных к памятной дате, все же удалось провести. Разумеется, с соблюдением всех необходимых требований безопасности. О том, как это было на Калязинской земле, в нашем следующем сюжете. Долг памяти павшим защитникам Отечества свято не рушим. Поэтому традиционно 9 мая представители руководства и общественности Калязинского района торжественно возложили цветы к обелиску победы. В этом году все памятные мероприятия проходили с неукоснительным соблюдением мер безопасности. Это позволило администрации района организовать возле местного центра развития творчества детей и юношества праздничную площадку. На ней в небольшом составе собрались представители общественности, волонтеры и делегации предприятий. К собравшимся с приветственным словом обратился глава Калязинского района Константин Ильин. Мы должны в любом случае помнить наш святой день, нашу великую победу. На этом примере воспитать наше молодое поколение. Из Калязинского района на фронт ушли 14 тысяч человек. Более 7 тысяч из них не вернулись домой. И в знак вечной памяти о жертвах Второй мировой войны волонтеры запустили в небо воздушные шары. А в Калязинском парке Победы состоялось возложение цветов к стеллам героев Великой Отечественной и к обелиску павшим воинам. Мы склоняем головы и преклоняем колено перед подвигом павших воинов. А вот все ветераны в этом году на 9 мая остались дома. Безопасность пожилых людей на первом месте. Зато молодежь объединилась в так называемые фронтовые бригады, которые поздравили старшее поколение. Продолжение следует...